Прыжок в воду вниз головой. Что может быть опаснее? Знойное лето этого года негативно повлияло на статистику травм при купании. Уже 20 молодых людей в этом сезоне сломали позвоночник, прыгая в воду вниз головой. А это гарантированная инвалидность. И все несмотря на социальные кампании, призывающие людей одуматься, призывают не прыгать вниз головой те, кто сам когда-то пережил несчастье. Гунтерс приезжает в реабилитационный центр в Айворе регулярно, 16-й год подряд. Несчастье произошло с ним в 2002-м. Был май. Пошел в баню. Место было знакомое. Пруд возле дома. Прыгал несколько раз, но один прыжок оказался неудачным. Вошел в воду слишком вертикально и получил травму шеи. Гунтерс не опустил руки. Получил профессию, работает. И все же тот прыжок изменил его жизнь навсегда. Не забыть лето 1994-го и Игорю. Он тогда совершил прыжок в воду, который стал для него роковым. Не помогло даже то, что в школьные годы он серьезно занимался плаванием. Жаркое лето тоже было. Очень жаркое. И с друзьями купались на мелком месте, потом пошли на более глубокое. И чисто, ну, получается, оступился. Немножко раньше на один шаг нырнул. И перелом шейного позвонка. Сейчас в Айворе лечатся и двое молодых людей, которые такие же травмы получили этим летом. Их состояние медики оценивают как тяжелое. После перелома шеи, повреждения спинного мозга выжить удается не всем. И способность передвигаться в инвалидной коляске считается чуть ли не удачей. Если они будут двигаться, то будут двигаться не так, как раньше. Но бывает и так, что не двигаются ни руки, ни ноги, что нарушено дыхание. Надо специальное вентиляционное устройство. Или, например, человек не может покашлять, надо трахеостому ставить и все время отсасывать этот секрет. В этом году после неудачного прыжка в воду в живых остались около 20 человек. Только на этой неделе семь. В основном это молодые мужчины от 20 до 40 лет. Лихачество, желание рисковать у них выше, чем у людей постарше. Но среди пострадавших этим летом есть и подростки 13, 15, 18 лет. В этом году впервые Минздрав организовал информационную кампанию Pargolvis Base Galvis, призванную удержать от прыжков вниз головой. И медики, и те, кто пострадал, прыгая в воду, считают, что этого недостаточно. Прыгают в основном молодые. И в тот момент происходит какая-то бесшабашность. Из ста, может, один послушает. Все равно так особо никто не послушает. Потому что горячие головы, они останавливаются только, когда что-то их остановит. Это все-таки со школы нужно. С детского садика, со школы показывать на других примерах. Надо работать с семьей, с родителем, с детским садом, с школами. Если человек будет уже думать по-другому, что разумно подумать, тогда только действовать. В нашем обществе вообще очень характерно сначала делать, а потом подумать. Герои нашего сюжета сошлись на том, что детей безопасности надо учить не в классах, а водить в реабилитационные центры и показывать, к чему может привести необдуманный поступок. Яна Рубинчик, Валтер Залович, Латвийское телевидение.